Привет зрители, с вами Эмбра, и это наше новое прохождение по курсу Деркинг 2 с модом Зелдеркингс. Этот мод переносит нас во вселенную древних свитков, как вы видите, переносит Тамриэль, еще другие континенты, и проработан мод очень даже неплохо, посмотрите, какие иконки у персонажа, это Камаль, посмотрите, даже обезьянки есть. ЦАЭСКИ и, как они, Платоны, которых ЦАЭСКИ вытеснили на восток. Прогоняя, а не посмотрите на их иконки, это просто великолепно, работа просто величайшая проделана. Ну, какая работа не была проделана, самое главное то, что в этом моде, как и в других, есть такая проблема, что за какого-либо персонажа может надеяться играть через 5 минут. В моде Игра Престолов нашего предыдущего прохождения была такая же проблема, мы играли за Акхала Дрога, который был не ключевым персонажем. Например, если бы мы начали играть уже напрямую за Дейенерис, тогда да, нам бы просто не давали нормально играть постоянно сыпающимися ивентами, мы бы устали читать их. И в связи с этим я решил поиграть за персонажей, которые правят в Скинии. У него есть трейд Завоеватель, который нам дает дополнительные Казус Бели, причины для войны, против наших соседей. А вот у наших соседей нет такого трейда, то есть там как бы есть Казус Бели, но чтобы их использовать, там нужно собрать 150 престижа. Можно забирать у противников своих только по одной провинции, а вот мы можем забирать по Герцогству. Точнее по Графству, здесь немного переделана система, и Герцогство теперь это Графство, а Графство это Баронство. То есть можно сказать, провинции просто разбили на части. А вообще изначально я хотел поиграть за Драугров, за Ледяную Орду, но потом пришел к выводу, что это сплошные страдания. Ну, во-первых, как по мне, самая главная причина не играть за Ледяную Орду, это то, что почему-то не получается раздавать земли. Начинаем мы играть с превышенной вочи, превышенное количество вочи, то есть все эти земли наши. И просто мы их не можем держать у себя, поэтому их нужно раздать. А раздать мы их не можем, потому что наши вассалы не могут иметь детей и не могут пожениться. Вот такие вот дела. Ну, кстати, мы тоже не можем пожениться и иметь детей. То есть вот это вот все ограничение мне не очень сильно нравится, поэтому я решил лучше поиграть где-то в Сиро-Диле, может в Скайриме, и остановился вот на Скинии. Поэтому давайте сейчас сразу начнем игру и там уже встретимся. Между Царствием. Сейчас идет 450 год 2-й эры, и прошло почти четверть века со времени гибели последнего патентата империи и его наследников. Лорды Тамриэля погрязли в междоусобных локах своих королевств, все они сражаются за осколки прошлого, хотя есть все другие, более могущественные, которые мечтают о Рубиновом троне, или, возможно, стремятся к собственной империи. Сразу хочу предупредить то, что мои знания о вселенной древних свитков ограничиваются игрой Скайрим и Обливиан, ну и еще парой страниц в Википедии, поэтому сучай не кричите на меня. Так, что мы имеем? У нас 20 интриги, 12 управления, 10 военных навыков. По дипломатии мы просто ужасные, образование у нас тоже не очень. Образование, кстати, в этом моде очень сильно подняли его ценность, потому что через него можно использовать магию. Чем больше, тем лучше магией можете пользоваться. Так, с третами. Мы легендарный вор, способен ловко отпереть даже самые трудные замки и без особых усилий избежать самых опасных ловушек. Этот персонаж является вором, с которым нужно считаться. Благосостояние за месяц плюс один, военные интриги, дипломатия минус один, здоровье плюс один и личные боевые навыки. Мы небинеец. Этот персонаж небинеец. Человек из восточно-серой дилы. Небинеецы являются потомками нидийских рабов, которые служили аэлейдом и были освобождены аэлейсией. Дружелюбные и торжественные. Небинеец хороши в магических и дипломатических областях, а также могут стать эффективными торговцами. Военные минус один, дипломатия плюс один и образованность плюс один. Окей. Завоеватель. Это персонаж известный разжигатель войн. Захватил власть с помощью меча, растоптав своими ногами страны и государство Нирно. Вот благодаря этому трейту мы можем нападать на другие государства, наши соседние, с претензией на герцогство. Точнее, графство. Надо уже привыкнуть. Мы тираны. Так, ну здесь слишком много все читать. Давайте уже там, сами как-то прочитайте. Не хочу эти разговоры. Путь. Давайте сначала... Так вообще, мы магию знаем? Нет, с магией у нас вообще все ужасно. Я не знаю, как стать магом. У меня бывало такие случаи, что просто я изучал теологию, и вдруг у меня здесь появилась опция пользоваться магией, там, открыть книгу заклинаний. Давайте пока будем изучать теологию. А с женой что у нас? Так, кто у нас кто? Ага. У тебя еще брат есть? Брат рядышком, независимый отец. Отец твой Сезерен, окей. Я не против. Кстати, а... Норд. Этот персонаж Норд. Потомок первых людских поселинцев в Тамриэле. Суровая погода родного Скорима сделала их невероятным устойчивым к колду. Войны плюс два. Потомок соратников. Так, ну здесь слишком много текста, читайте кому-то интересно. Налетчик. Окей, беспощадный. Этот персонаж не останавливается ни перед чем для достижения поставленных целей и своими действиями проявляет мало сострадания и милосердия. Хорошо, женимся на ней давайте. Кстати, брак-то они материалинейный, то есть дети нашего наследуют эти два герцогства. Графства. Баронства. Фуф. Танства, точнее. Окей. Так, теперь у меня есть знак Леди. Что он нам дает? Этот персонаж рожден под знаком Леди. Леди укрепляет стремление к славе. Дипломатия плюс один, здоровье 0.50. Окей. Так, как почитатель богов, я могу выбрать одну из аэдер своим покровителям. Вообще, здесь больше всего профита можно получить, если выбрать последователь Акатоша стать. Нам будет прирост престижа, скорость передвижения и благосклонности плюс 0.10. Вот насчет скорости передвижения, если мы получим, например, благословение Акатоши, там скорость передвижения будет плюс 25%, а плюс 5 еще, то есть плюс 30, мы будем просто летать на самолете по провинции. Давайте, пока вам здесь всех показывать не буду, посмотрите, здесь их очень много. Мы когда отправимся в паломничество, там можем то же самое прочитать, там текст просто одинаковый. Так, берем Акатоша. Так, изучай заповеди прошлого, почитай богов, выполняй свой долг. Внимай заветам святых и жрецов. Акатош. Дракон времени, мой новый покровитель. Отлично. Моя семья важна для меня. Насчет семьи пока не знаю, потому что у нас ее еще пока нет. Я надеюсь, ты там поскорее. Вот. Так, моя семья увеличилась. Монеток или 100 престижа. Нет, 100 престижа, конечно же. Насчет престижа, вот посмотрите. Вот для вот этих вот косвобилей нужно 150 престижа. Ну-ка, видите, другие лорды с начала игры просто очень долго собирают, поэтому я не думаю, что у нас кто-то нападет в ближайшее время. Ну, я считаю, вообще это не доделка, и 150 престижа это очень много. Поэтому у нас есть трек завоевателей, и мы можем нападать за герцогства. Вот этот. Завоевание варлорда. Мы можем присвоить его титул и завассалить. Теперь давайте разберемся с советом. Совет здесь тоже очень сильно переделан. Новые опции добавились. Так, насчет назначения людей. Так, хороший, хороший, нормально, пойдет. И магистр. Здесь немного странно сделали. Тайный советник, у него цвет как будто у магистра, а магистр цвет как у тайного советника. Это не очень удобно, я сначала путался даже. Придется сейчас перепровыкать. Так, посмотрим новые опции. Колонизировать выбранную провинцию для эффективного преобразования культуры в нужную. Это может быть успешно проведено в провинции, которая не относится к вашей культурной группе, и не будет иметь успеха из культуры канцеля, не совпадая с культурой правителя. Окей, как мы понимаем, в оригинальной версии игры это было только у племен. Только племена могли заселять свою культуру в чужие провинции. Ну, в смысле не в чужие, а только в свои. С чужой культурой. Так, пока это не трогаем. Уйдись. Сплотить повстанцев. Отправить маршала на землю другого господина, дабы сплотить тамошних диссидентов и инакомыслящих против него. То есть мы можем просто поднять восстание. Точнее, постараться поднять восстание у своих неприятелей. Вследовать провинцию. Послать управляющего исследовать провинцию в пределах вашей вотчины. Посмотрите, какие возможности нам это откроет. Ну, к 5% не очень высокий, но благодаря тому, что их слишком много, шанс, что что-то выпадет, большой очень даже. Так, искоренять интриги. Послать тайного советника, искоренять темные интриги, некромантов и прочее слово из наших земель. Местный риск восстание минус 3%. Давайте поставим. Потому что три технологии мы пока не можем ни у кого. И улучшение магических отношений. Так, это то же самое то, что и улучшение отношений регулиозных в оригинальной версии игры. А вот это боевая магия. Ваш магистр будет отправлен в нужную провинцию, дабы повысить боевую магию местных войск. И набрать новых магов для разных дел. Тоже полезная вещица. У всех, кстати, она разная. То есть здесь могут, например, изучать какие-то зелья. То есть вам может магистр пронести какое-то зелье, которое дает плюс плодовитости, плюс здоровье. То есть это еще не все. Тренировать ополчение. И давайте здесь будем фабриковать претензии. Сразу две, когда сфабрикуем, нападем. Потому что здесь два герцогства. И нападать ради одной провинции мне не хочется. И последовать провинцию. Так, войск у нас одна тысяча. Еще может это тысяча сто пополнится. Как у нас там с соседями? Этот не очень. Этот тоже. Я думаю напасть первым делом на вот это вот. Ух, у зенитара. Или может не напасть, а направиться на путь девяти. Да, может быть. Давайте так и сделаем. Я хочу сразу воевать. Пусть наша войска тоже пополнится. Сейчас смотрим оттенчество. И узнаем про всех богов. Теперь я полностью собрался и готов отправиться в паломничество. На время моего отсутствия регентом останется сиене. Короче, кто-то регентом у нас будет. Окей. Все, ждем пока он там будет добираться до всех святилищ. Что у тебя здесь? Артанская война. Заснижение численности королевских рекордов. Так. Святилище стандарта. Будь добрый и щедр к народу, там реалий. Защищай слабых, мечи больных. Помогай, нуждаясь все. Так. Здесь мы можем или получить благословение, или получить 10% какой-либо трейд. Но шанс 10%, поэтому я хочу все-таки благословение. Вот черт, проклятие. Дипломатия минус 3. Ой, ну куда там меньше? У нас дипломатия плюс 1 была. Ну ладно, много мы не потеряли. Если словить благословение Катоша, я вам уже говорил, это будет просто эпик. Во время моих скитаний на пути 9 на меня напали, и впоследствии окружили бандиты. Увы, со мной нет охраны, поэтому сражаться придется лично. Откупиться я уничтожу, я должен бежать. Исход этого варианта зависит от образованности, интриги, войны, навыка, а также от вашего обучения. В случае успеха вы победите своих врагов, и можете получить какой-либо трофей. В случае неудачи вы умрете. Здесь мы не умрем. Травма еще хуже. При спешке часть богатства можем потерять. Опа. Фух. Вы почищаете труп ваших павших врагов в поисках богатства и сокровищ. В роте в их вещах. Может артивак какой-то найдем. Я б не против. Здесь, кстати, амбисы же новые вышли. Оп. Совершить паломничество. Давай-ка возьмем. А то че мы за одну и халявку получим. Так. Почитай землю ее тварей и духов, живых и мертвых. Охраняй дары мира смертных, не оскверняй души усопших. Орки, ты ведаешь судьбам всех смертных созданий, позволь мне молиться. Мои 10% или благословение. Ну. Давайте вот это. Нет, не получили. Все, следующее я буду брать благословение. Что ты хочешь? С Хартленда. Нет, никому эти меня дам. Оп, уже забеременела. Так. В наш лагерь пришел посланник с приглашением, которого отправил архимагистр в телеване Увера Муровинт, чья группа остановилась недалеко от нас. В послании предложение разделить рапси и устранить взаимные равногласия. Кто ты? Ух ты, ничего себе герцог, что. Мы братья поверили, в конце концов. Братья поверили? Че-то мне не сильно верится, что они братья поверили. Ну, давайте рискнем. Мало ли. Что-то может произойти, может... В сфере послевоков появляется на дороге перед вами. Тут тоже мы, конечно, умереть можем, но... Фуф. Че-то мы рисковые. Получаем денежку. Что-то здесь какое-то движо происходит. Че здесь ходят? А, это они помогают этим, что ли? Не бенися. Так, ладно. Уважаю своих родителей, охраняя меры и безопасность дома и семьи. Нет, добрым я не хочу быть. Потому что мы, как бы, если идем в интригу, то пускай ее и будем увеличивать. Не бери, получаем только благочестие немного. Точнее, благосклонность. Здесь она по-другому называется. Мы хоть сегодня хоть одно благословение получим. Усердно. Шанс 10%. Нет. Ну, хоть какое-нибудь, господи. Давайте вскоре время. Ну. Да че так не везет. В прошлый раз я играл, мне там их накидало столько, ё-моё. Там немного осталось уже богов. Их там 8 всего. Заодно и воск пополнится. Святилище Дебелы. Открой свое сердце благородным секретом о искусстве и любви. Дорожи дарами дружбы, ищи радости и вдохновениями в мастериях любви. Благослови. Мы прокляты, походу, точно. Так. Джулианос. Познавай истину, осуществляя законную струю. В мнениях ищи света мудрых. Терпеливы. 10%. Благословения. Нет. Супер. Оп, у нас родился сын. Ладно, хотел я полазить пока у нас время по другим континентам, но... Чё вообще с сыном-то? Да, он... Он оследовал культуру матери всё-таки. И... Знак у него Атронах. У нас персонаж был рождён под знаком Атронах. Так, образовалось плюс 1, и здоровье 0,50. А у нас леди. Окей. Это у нас Акатош. Так, удовлетворённый я не хочу быть. Если ты будешь удовлетворённым, то ты не можешь использовать Касус Белли вот этот вот. Упс, а где он? А, мы же сейчас в Риддингтон. Короче, который на Престиж, там просто он будет не работать. Поэтому нет, конечно. Только благословение. Который мы... Идеально. Всё, возвращаемся до Войновой скорее. Игра 3, чем Игра Престолов. Хоть она слегка и подфризывается, но... ФПС идёт стабильный. В отличие от меня. Постоянно где-то там было 2 с ФПС-15. Слава богам. Вы наконец вернулись из долгого паломничества. Пришло время отдохнуть и обдумать те уроки, что преподал вам путь 9. Не знаю, что он там преподал не у такого. Мы получили только проклятие. Всё, совершили паломничество. Сейчас у него очень не терпится напасть на нашего соседа. Престиж. Ой, ну поженился, походу, на дворянке. У него минус 100 Престижа. Короче, не наше дело. Нападаем. Союзники. Почему-то мы их призвать не можем. Неподходящий войн. Хм. Окей. Полосалом 33 человека. Вот, а лишнее. А 33 человека вряд ли здесь будут лишними. Пусть тоже помогают. Так, вы притормозите. Чтобы одновременно напасть. Претензии. Ну давай. Потеряем немного. Так, ну давайте. Ваш опыт в военном искусстве повысился. Существует много тактик, которые можно изменить. Каковы будут ваши предпочтения? Что у нас там всё? У нас только тяжёлый переход в основном. Тогда давайте... Хотя конец минус 10. А у нас конницы нет. Давайте тяжёлый переход возьмём. Ух ты, ничего себе. Нас-то разбили, господи. Чё всё так неудачно-то пошло? Там, походу, сейчас придётся нанять наёмников. Ведь он на нас нападает. Так. Что мы ещё делаем? Нанимаем наёмников. Вот эти. Здесь они успеют подойти. Опс. Мы нашли там месторождение самоцветов. Поход налогов плюс 3. Хорошо. Только, блин... Всё очень плохо. Уже хардкорочек с самого начала. Редко такое бывает. Так, немного мы денег теряем. В принципе, немного подождать стоит. Ух, нифига не осаждаться. А, у нас здесь храм. Так, думаю, теперь напасть мы можем. Нормально. Так, этих не можем призвать. Хотя стоять. Давайте-ка вот так вот сделаем. Ну-ка, встопаем. У нас же новые войска есть. Вот так будет их побольше. Всё, так, конечно, уже больше. Я надеюсь, теперь-то мы точно выиграем. Блин, захватили они всё-таки этот. Всё, ну здесь победа по-любому на нашей стороне. Так, что это ещё? Давайте горное место. Здесь у нас как бы не как горы. Мы их войска разбили. Как у нас с деньгами? Всё, они идут в плюсе. Наемников можно не распускать. Давайте обратно... Храм вот этот. И пойдём уже на их землю. Свой сквозь, чтобы осаждать их. Так, ну-ка. Всё, отлично, мы можем осаждать. Ну, давайте подождать. Блин, а эти тоже? Надо их до конца уже разбить тогда. Фризы, конечно, тебя напрягают, но что поделать. Мы из-за того, что мы нашли миссия цветов, у нас доход от налогов плюс 3, и это очень сильно нас вручает. Давай, просыпаюсь утром, и я замечаю, что мои руки и ноги в крови. Я в боку устрою бой. Что со мной происходит? Ну, конечно же, это знак благословения 8 божеств. Обожду мы будем. Окей. Так, как дела здесь с гарнизоном? 397. Здесь 387. Я надеюсь, войск хватит. Всё-таки наёмники пополняются. Так, ребят, время серии уже подходит к концу. Давайте мы на этом моменте сломимся. В принципе, войну, думаю, мы выиграем, хоть она так была не очень к нам повёрнута лицом в начале, но мы уже как-то выпрямились, в принципе. Я думаю, захватим вот эту провинцию и эту, и побыстренько мы, и всё будет отлично. Поэтому давайте, пока что я с вами прощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok